Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 ноября, Дмитриевская Родительская Суббота, Православная Церковь совершает память преподобного Елисея Лавришевского. Архимандрит Николай в историко-статистическом описании Минской епархии сообщает, что под Новогрудком, в том месте, где ныне Лавришевская Приходская Успенская Церковь, был мужской монастырь, основанный около 1225 года Елисея. Он говорит также о том, что согласно существовавшему жизнеописанию святого, на славянском языке Елисей был сыном князя Трайната, занимал высокую должность при дворе князя Миндовка. Став христианином, он оставил двор и удалился в пустынь, где его нашел некий православный монах, вкупе с которым Елисей основал Лавру. В числе ее братьев был и князь Войшелк, живший, впрочем, в особом месте. Елисей был убит своим питомцем юношей и слугой в ночь на 23 октября около 1250 года. После кончины мощи преподобного были прославлены чудотворениями. Еще в древнем сказании говорилось о некоем бесноватом, исцеленном после того, как он случайно коснулся мощей святого Елисея. Около 1505 года, когда татары, опустошившие околицы Новогрудка, приблизились к Лавришевскому монастырю, «Господь вновь явил чудо через своего угодника». Татарам показалось, что монастырский двор заполнен отборной конницей, и они в страхе бежали. Это чудо, вероятно, послужило поводом для канонизации преподобного Елисея, митрополитом Иосифом Салтаном на соборе, состоявшимся в Вильно в 1514 году. Мощи святого, прежде почивавшие открыто, во время какой-то из войн были сокрыты в землю, и после того, как монастырь был сожжен, уже не найдены. Чтилась ли память святого преподобного Елисея лишь местно или было установлено общее празднование, неизвестно. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостола Иакова, брата Господня по плоти. Празднуется перенесение мощей праведного Иакова Боровического Новгородского Чудотворца, святителя Игнатия, патриарха Константинопольского, священомученика Николая Агафонникова, Владимира Амбарцумова, Александра Соловьева, Николая Архангельского, Емелиана Гончарова и Сазонта Решетилова-Пресвитеров, преподобная мученица Евфросиния Тимофеевой Послушницы. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова